Пекин накрыла очередная песчаная буря. В этот раз она не была такой силы, однако уровень загрязнения все же превысил в несколько раз допустимые нормы. К тому же ее сопровождали сильный ветер и дождь. Власти страны отмечают, что песчаные бури вызваны в основном природными факторами. Они также заверили, что продолжат уделять особое внимание защите окружающей среды. Дождь вместе с песчаной бурей оставил заметные грязные следы на машинах. Во время бурь уровень загрязнения очень высокий, при этом содержание частиц пыли превышает в несколько раз допустимые показатели. Эти крупнодисперсные частицы влияют на здоровье человека и могут вызывать различные заболевания, в том числе дыхательных путей. Пыльные бури влияли на мое настроение. Вокруг все серое действовало угнетающе. Старалась не выходить из дома. Пыль и песок забивались в глаза и нос. Конечно, я это почувствовал. Я все время в маске, чтобы пыль не попала в легкие. Даже одежда, видите, когда домой приходил, была весь в пыли. По официальным данным, песчаные бури приходят из территории Монголии и носят в основном природный характер. В марте они вызвали сильное загрязнение воздуха в 177 городах страны. В аэропортах отменяли рейсы. Водители просили быть осторожными на дорогах, а людей не выходить без необходимости из дома. Хотя песчаные бури вызваны главным образом природными факторами, они напомнили нам, что у человечества есть только одна земля. Человек и природа делят общее будущее. Благоприятная экологическая обстановка больше всего служит интересам людей. Мы намерены уделять серьезное внимание защите экологии. В то же время необходимо усиливать международное сотрудничество для решения таких проблем. Китай десятилетиями озеленял пустынные регионы. Было высажено порядка 66 миллиардов деревьев. Засеивало растения, чтобы остановить движение песка. Это дало эффект. Таких явлений стало меньше. Однако мартовская буря была признана самой сильной за последние десятилетия. А в этот раз ветер понес пыльную бурю дальше, в центральные и восточные регионы страны. Батагостер Габаева, Владимир Грабарь, Хабар-24, Китай.